Поделиться кровью безвозмездно решили педагоги учреждения образования Московского района областного центра. Всего около 80 человек. Есть среди них и те, кто на такую процедуру пришел впервые, и те, кто уже не один год является донором. В числе последних – Валерий Гипалов. Свой выбор мужчина объясняет просто – кровь у него редкой третьей группы, к тому же с отрицательным резусом. Регулярно сдают кровь и два сына Валерия Николаевича. Именно они и привлекли отца к благородному делу. Первый раз вообще мы еще при союзе сдавали добровольно-принудительно в армии, поэтому я знал, что это такое. Самое главное – просто не подниматься резко. И тогда редко падают в обморок. А так, ничего тяжелого. Получается, у тех, у кого кровь идет, нормальное давление, нормально, она сдается очень быстро. Была такая инициатива, которую нам предложил заместитель председателя областполкома Олег Иванович Велички по участию в акции по безвозмездной сдаче крови. На совете отдела образования, спорта и туризма Московского района с руководителями учреждений обсудили данный вопрос. И руководители озвучили данную акцию в своих учреждениях образования. И по итогам мы получили количество людей, более 80 человек. По словам организаторов, такая выездная форма работы себя оправдывает самостоятельно. Человек не всегда найдет время и возможность съездить на станцию переливания крови. Организованно вместе с коллегами и друзьями сделать это гораздо проще. А потому представители станции в последнее время нередко приезжают на предприятия и в организации города над Бугом. Донорство – это не только проблема медицинских работников. Донорство – это проблема нашего всего общества. Поэтому должны активно откликаться все активные люди, выполняя свой гражданский долг тем самым. Мы выезжаем не только в организации здравоохранения, как вы заметили. Мы выезжаем и на заводы, выезжаем на фабрики, на предприятия. Очень приятно, что коллективы откликаются, осознают важность этого очень такого гуманного дела. Безвозмездная сдача – не только благородный поступок. Сэкономленные средства, изначально запланированные на закупку крови и ее компонентов, используются на финансирование других расходов системы здравоохранения. К примеру, обновление медицинского оборудования. Активно призывают переходить на безвозмездное донорство и Всемирная организация здравоохранения. Сейчас очень важно пополнять запасы крови именно от безвозмездных доноров. Потому что препараты крови, во-первых, очень дорогие. Во-вторых, инициатива Всемирной организации здравоохранения – переходить на системы регулярного безвозмездного донорства крови. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ».